Они поженились и жили долго и счастливо Сначала от того, что были вместе, а затем потому что развелись Ведь в звездных семьях не всегда свадьба, счастливее расставание Рудковская, мне кажется, после развода она стала более успешной, чем была до этого Слуцкер, тоже вот она развелась и пошла дальше тем же самым путем Даже, мне кажется, улучшила всю эту историю Иногда после развода у женщины остается только фамилия, что порой уже немало Например, для журналистки Катя Гордон Развод с ее известным мужем Александром послужил не только жизненным опытом, но и прекрасной пиар-акцией Катя уникальный человек, она похожа на Валиту, она похожа на Лубарисовну Пугачеву Тем, что она многогранная и какой она сегодня грань тебе покажет, абсолютно неизвестно Я точно знаю, что фамилию свою она оставила, своего известного мужа, потому что жалко с ней расставаться Кстати, это не единственный развод Екатерины После этого она дважды расставалась со звездным адвокатом Сергеем Жориным В этой женщине живет сразу два человека Один человек невероятно талантливый, то есть она талантливая, пишет стихи и песни, очень творческая Это именно та часть, с которой я влюбился в свое время А другая часть, ну не очень хорошая, человек, который может предать, подставить, оклеветать, обмануть и так далее Сергей знает о делах сердечных все, ведь он устроил не один звездный развод Если у вас нет брачного контракта, вам надо нанять хорошего адвоката, чтобы ваш бракоразводный процесс превратился не в ад, а наоборот в что-то хорошее Так теле- и радиоведущая Катя познакомилась с Сергеем Он не только устроил ее бракоразводный процесс, но и наладил личную жизнь Они вместе уже почти полгода, за которые еще и карьера Кати пошла в гору У меня расписан мат и апреля, вообще все расписано А вот Анна Грачевская утверждает, что была успешной и до развода Я не оставляла ни на секунду работу Я всегда работала и не оставляла ни эфира, ни канал Я пыталась совмещать материнство, я пыталась быть хорошей мамой, хорошей дочкой И, собственно, чтобы моя семья была в достатке и чувствовала себя хорошо Всю депрессию она переживала в соцсетях Ни на секунду не выносила ее на семью Да и вообще с Борисом продолжает общаться, ведь он отец ее ребенка Моя депрессия максимум выражалась ночными постами в Инстаграм Как мы все девочки любим Ой, давайте сейчас помним что-нибудь такое Вот, поэтому максимум у меня хватало там в кровати что-нибудь грустное послушать Поплакать, там написать, вот, все Впрочем, известная фамилия говорит сама за себя И у Анны действительно прибавилась работы после развода А вот Юлия Барановская фамилию не меняла Остаться с тремя детками Быть рядом с человеком-лампочкой Видеть очень много интересных людей Не настаивать на регистрации отношений Беззаметно доверять И вдруг понять, что Даже вот то, что у тебя не было официального брака Это сильно ускоряет процесс расставания Их расставание с Андреем Аршавиным обсуждали все Тут же Аршавин, мы смотрим на него Он и невеста на свадьбе, и покойник на покоронах Он же самый основной на этой планете Не успели мы запечатлеть тот самый момент Когда вы примеряли на себя свадебное платье Хорошо, что вы не успели это сделать У вас будет повод сделать это еще раз У меня, надеюсь, тоже его еще раз примерить Впрочем, не все звездные разводы протекают легко Наталья Гулькина пережила 4 расставания И если последние прошли довольно просто То первый поставил карьеру певицы под удар Целыми днями ревела, переживала всю эту историю Я могу сказать, что первый раз в жизни своей Я пошла к батюшке Рассказала ему все Он сказал, тебе нужно выплакаться Прийти ко мне на, как это называется, на исповедь Всем известная, любимая певица Посмотрите, как она реанимируется И выходит из пепла, как феникс Сейчас посмотреть на нее приятно Если учитывать, что она практически отказывается От любых пластических вмешательств Женщина вызывает у нас удивительное уважение И не страшно стареть, скажем так Потому что все, кто мы идем на 5, 10, 15 лет за ней Реально понимаем, что 4 развода – это не конец света О том, что любить можно нараспашку И что жить можно с распахнутым сердцем В разводе всегда виноват брак И над последним нужно работать Чтобы исход был долгим и счастливым Но если в вашей жизни все же произошло расставание Не важно, кто вы Главное – оставаться человеком Анастасия Головина, Михаил Четверяков Максим Дорохов, Павел Шабанов Для программы «Держись, шоу-биз»